Сейчас в болидах раза в четыре жарче, чем на улице. Только вот пилоты об этом не думают. Их главная цель – держать все под контролем. Здесь очень важен контроль над машиной. И на самом деле мы все находимся, как пилоты, на грани своего мастерства. То есть машина в заносе – это всегда некая грань, которую нужно очень четко чувствовать. Зайцев, Кожедуб, Матросов, Лавриненко. Автошоу больше напоминает «Живой полк Победы». Индивидуальный дизайн болидов разработал «Союзмультфильм». На каждый изображен герой Советского Союза и его награды за подвиг. Все шесть болидов названы в честь героев Советского Союза. Например, это представляет Николай Гастелло, советского летчика. 26 июня 1941-го его самолет был подбит немецким войском. Но несмотря на это, горящий экипаж продолжал таранить врагов во имя Победы. Пилот Никита Калашников признается, дрифтуя на болиде с изображением трижды героя Советского Союза, пилота-истребителя Александра Покрышкина, невозможно не чувствовать гордость. Из-за них мы сейчас живем. Они нам дали право на жизнь. Поэтому мы хотим привлечь этим нашим мероприятиям молодое поколение, чтобы они были патриотами и помнили своих героев. Оказаться внутри такого болида посчастливилось сегодня и зрителям. Победители конкурса в социальных сетях Григория и Аделину прокатились ветерком. Вообще отлично, обалденно, здорово. Вообще полный фана. Все ништяк. Было прям адреналин. И водитель так классно ездит. Это надо просто учиться и учиться. Это супер. Команда «Раунд-Х» планирует совершить турни и продемонстрирует свое шоу в 17 крупнейших городах России. За 66 дней они преодолеют больше 13 тысяч километров, чтобы еще раз напомнить о великой победе. Асука Симова, Альфред Камилевский, Эфир 24.